Железная логика Да, во-первых, а во-вторых, при этом власти Германии не пустили в Гамбург самолёт Элтона Джона, который летел на концерт, пришлось отменять концерт, то есть, понимаете, самых опасных людей отсекли, а вот какие-то прорвались всё-таки Ничего себе, Элтон Джон жив ещё? Элтон Джон, слава богу, конечно Кто на гору пёр баллон, мабу тобу Элтон Джон Но, что касается Элтон Джона, то я ему, конечно, сочувствую, но мне кажется, это всё ради его безопасности Потому что неизвестно, что могут сделать эти антиглобалисты, как они могут набросить Элтон Джона, а он, как известно, такая фигура ранимая очень Человек он тонкий, тонкая душевная организация, поэтому неизвестно, что с ним будет Но вообще, вот то, что они, ещё раз говорю, то, что они устроили такой дичайший бардак, вот серьёзно, это, во-первых, это не характерно для G20 И я не исключаю, что за этим стоит чья-то, так сказать, организаторская сила Опять же, вот, отель, где живёт Владимир Путин, это уж я должен им сказать, антиглобалистам совсем ни в какие ворота уже не лезет Вот что значит, я понимаю, что там на Трампа или что-нибудь в этом роде Вот так, нам не надо, что называется Ну вот, даже начинаешь уже подозревать, в принципе, немцы, они очень эффективны в применении силы, мы сами все знаем У них всегда большой порядок, они там, шагу нельзя ступить, всё проверено, всё чётко, а тут вот такое происходит Уж не потакают ли они это? Уж не засланный казачок Да Ну, не знаю, там это надо изучать непосредственно на месте, что называется, и смотреть, как они действуют Вроде бы по кадрам так не похоже, чтобы они там особо потакали, я смотрел, лупят они их там со страшной силой Разбитые головы, кровь, и вот я просто у нас здесь несколько экранов, ещё раз говорю, здесь на одном из них раз показывают, как немецкая полиция разгоняет этих антиглобалистов Кстати говоря, если бы наша полиция или милиция вот так вот действовала бы где-нибудь в Москве, но это уже был бы дичайший вой, я вас уверяю, просто дичайший вой Я вот вижу, они берут и избивают, бросают его на пол, бьют ногами, дубинками, у человека разбито в кровь лицо, и они, переступая через него, бегут дальше Он, смотри, как водомётами красиво работает Ну, водомётами, да, вообще просто Плевают, как грязь Водки не жалеют, ни воды, ни газа, ничего, да, совершенно беспощадно Ну, единственное, что они не стреляют из огнестрельного оружия, а так, они совершенно беспощадно расправляются с этими манифестантами Вот, то есть, если кто-то считает, что у нас есть какие-то проблемы с этим, то вот посмотрите сцену разгона антиглобалистов Ну, а ещё раз говорю, вот такой масштабный бардак, который они устроили, именно на G20, да, я думаю, что он запросто может кем-то режиссироваться Ну, вернее так, многие из этих людей могут этого не понимать, но их могут направлять в нужное русло Вот, с какого бы, так сказать, перепугу они вот в таком огромном количестве собрались вот именно сейчас Вот на последнем саммите G7, например, они тоже были, но всё прошло довольно тихо А ведь это именно G7 на самом деле и пытаются управлять миром, а вовсе не G20 G20 как раз это, значит, собрание людей, которые считают, что мир не должен быть однополярным И вдруг такая вот, такая популярность, что называется Так, очевидцы сообщают о сожжённых протестующими автомобилях по всему городу То есть, там вообще, и главное, тут перекрыли весь центр, станции метро проезжают поезда без остановок А бизнес жалуется, что потерял уже 15 миллионов евро на всём этом действии А где как он их потерял? Бизнес шёл по улице и потерял их? Нет, а там же перекрывают дороги, не дают подъезжать к домам, то есть кафе закрывают Люди к церкви не могут пройти в воскресенье, говорят уже, то есть там перекрыли всё А воскресенье у нас сегодня? Нет, воскресенье скоро, но они уже знают, что не пройдут и уже жалуются Нет, так они... Там ужасные беспорядки Нет, так я так понимаю, до воскресенья не разъедутся все, нет? Сложно сказать, но жалуются Разъедутся, я имею в виду лидеры государства, разъедутся То есть люди жалуются на то, что им не дают нормально жить И при этом, главное, такой беспорядок, тем не менее, продолжается Ну, но ситуация, да, ситуация Стоило ли так зажимать гайки, закручивать? Ситуация, нет, стоило ли проводить это в Гамбурге? Вот вопрос, это, кстати говоря, вопрос, который действительно интересует На самом деле, проведение подобного мероприятия в крупном населённом пункте Гамбург, второе по величине город в Германии после Берлина, где-то около двух миллионов жителей Своего рода парализует, да? Своего рода это, ну, такая провокация, потому что, во-первых, а, вы парализуете жизнь этого города И таким образом вызываете автоматически недовольство населения этого города Во-вторых, б, вы, на самом деле, провоцируете подобное столкновение Потому что, конечно, в режиме живущего обычной жизнью города Локализовать такие проявления гораздо сложнее Чем если бы, например, скажем, вот этот саммит проходил где-нибудь там в какой-нибудь горной деревушке И можно было бы где-то всех этих антиглобалистов на дальних подступах остановить и прочее, прочее То есть тут тоже вот вопросы такие есть Почему решили проводить в Гамбурге? Почему, как бы, именно в таком виде? То есть вопросы к организации несомненно есть Еще раз говорю, здесь для любителей конспирологии, на мой взгляд, может быть довольно много Довольно большой простор для рассуждений До этого, до начала этого всего саммита Дональд Трамп, да, вы упоминали, он прилетал в Польшу И американские журналисты, честно говоря, подивились тому, как Дональда Трампа встречали Ну, сказали, что Трампа встретили по-коммунистически То есть вообще все думали, что не стоит ждать приема теплого, потому что только 20% поляков выражают поддержку Трампу Но правящая партия «Право и справедливость» обязалась собрать максимальное количество народа на публичное выступление американского президента в Варшаве Значит, каждому члену партии вменялось в обязанность привести с собой 50 человек О, 1 плюс 50, но обычно практикуется в политтехнологиях принцип 1 плюс 10 Так вот на выборы заставляют членов партии приводить Вот ты должен привести 10 родственников, ну хотя бы 1 плюс 3 родственников, знакомых и прочее Но 1 плюс 50, я такого не слышал Максимум, с чем я встречался в своей практике избирательных компаний, это 1 плюс 10 Но 1 плюс 10 никогда практически не работал 1 плюс 50, это что-то такое, так сказать, запредельное А это вот говорит о нашей разобщенности, что русскому человеку и 10 родственников найти сложно Да нет, Сергей, это говорит о том, что на самом деле Польша, которая бесконечно говорит о том, что она там где-то уже в демократических реалиях живет На самом деле все там как было, так и осталось Вот, и методы все те же самые, примерно как на Украине, только знак поменялся, там имена поменялись, а методы все те же самые Ну и вот доставка автобусами со всех концов Польши в Варшаву была бесплатной То есть, ну работали проверенные методы Карусель, подвоз, понятно, подвоз избирателей на автобусах, где-то мы это встречали Ну вот получается, что... Ну, короче говоря, организовали максимум, большую уважуху Трампа, правда Я думаю, что там, так сказать, и материальные поощрения, несомненно, имели место быть То есть, в общем, изобразили, что ликование польского народа, встречающего президента Соединенных Штатов Америки, Великой Америки Которая прилетела, вот, значит, подтвердить свой, что называется, оккупационный режим Или, извините, ошибся, подтвердить свое покровительство польской демократии Ну, в общем, такая схема известная, что называется Да, и тут, понятное дело, пришли сообщения, что США поставят в Польшу ЗРК «Петриот» Это зенитно-ракетные комплексы Они будут защищать Варшаву от всего, чего возможно Их, кажется, будет шесть Говорят, мало Ну, в общем, на самом деле, конечно, все это выглядит довольно убого Почему? Потому что, да, поляки, причем, насколько я понимаю, они покупают эти Петриоты Ну, не бесплатно, да Они покупают эти Петриоты, то есть, тоже такая форма взятки При этом, на самом деле, это именно тот модернизированный Петриот По поводу которого наши специалисты говорят, что он подпадает Может, по крайней мере, подпадать под договор об ограничении ракет средней и малой дальности Потому что может быстро переоборудован быть из оборонительного в наступательный комплекс Именно по этому поводу у нас есть масса вопросов вот к этой новой системе ПРО и так далее Самое это главное, что никакую Варшаву ничего не защитит Вот что самое главное И мне кажется, это польским гражданам рассказывать не хотят Ну, почему? Вот министр обороны говорит Это дает полную безопасность перед любым врагом, который может Польше угрожать Ну, а что еще может сказать министр обороны, который, собственно говоря, и подписывает подобные контракты Конечно, когда деньги из бюджета выделены на покупку вот этих вещей Надо, конечно, объяснить для чего Полная безопасность от любого Что выглядит, ну, мягко говоря, сомнительно ЗРК Патриот далеко, как бы, несовершенная система И совсем недавно мы демонстрировали испытания гиперсвуковых ракет, против которых Патриот абсолютно беседует Не, может быть, он самолет может какой-то сбить, который подлетает, бомбардировщик, допустим Бомбардировщик, например, или, например, скажем, какой-нибудь этажер Может быть даже медленная, летящая Он может сбить до двух метров в секунду, что ли, скорость А у наших уже ракет в 3-4 В общем, никакие самолеты никуда давно уже не летают с такими целями Никому это не интересно Удары наносятся с большой дистанции Вот, например, недавний удар новейшей ракеты Х-101 С бомбардировщика стратегического Ту-95 По сирийской цели был ненесен с расстояния в сотни и сотни километров Для этого не надо же пересекать границу Более того, можно наносить даже, так сказать, через территорию других государств Почему они низколетящие? Эти государства не успеют сбить эту ракету Поэтому разговор о том, что Петриот решает все проблемы Это откровенная лапша на уши Польскому налогоплательщику, что называется Польскому обывателю А на самом деле поляки повышают уровень напряженности О чем я неоднократно говорил Польская элита, она находится в таком, так сказать, заколдованном круге Она из века в век провоцирует конфликты между Западом и Россией Потом сама первая страдает от этих конфликтов А потом долго плачет, что вот, мол, многострадальная Польша Многострадальный польский народ и так далее, и так далее Потому что нет никого другого выхода, кроме как Польша стать театром военных действий Никакие шесть ЗРК Патриот, конечно, эту задачу не решат Но, как, значит, лапша на уши полякам, вполне годится Как небольшая взяточка президенту Трампа, вполне годится, ну и так далее Но при этом получается, что вряд ли же кто-то собирается нападать на Польшу Есть такое ощущение, что никто не собирается нападать на Польшу А вот скажите, а зачем она нужна? Вот они, давайте так вот, давайте называть вещи своими именами Поляки говорят, что Россия хочет совершить агрессию Они боятся России И вот, так сказать, поэтому все эти ракеты Кому она нужна, эта Польша? Вот серьезно Вот неужели серьезно можно говорить, тем более сейчас в ситуации, когда мы с этими поляками Даже, в общем-то, и границы-то, в общем, не имеем, если не считать Калининградскую область Вот кому она вообще нужна, эта Польша? Вот что с ней делать, даже непонятно Уже не говоря о том, что она входит в состав блока НАТО и Евросоюз Что с ней делать? Кому вообще надо на нее нападать? Вот какая, вот грубо говоря, они говорят, Россия хочет напасть Цель какая? Просто потому, что нам больше нечего делать Они считают, что мы тут вот спим и видим, как на кого-нибудь напасть На самом деле здесь ситуация другая, к сожалению Ситуация следующая Поляки хотят сами проводить достаточно агрессивную экспансионистскую политику На постсоветском пространстве На Украине, в Белоруссии и прочее, прочее Но при этом считать себя гарантированно защищенными От возможного, так сказать, ответного воздействия Вот чего они хотят В значительной степени Вот что за этим кроется За этим кроются их, значит, такие вот Речи Посполитой Амбиции, да, Речи Посполитой Балтийско-Черноморского союза И прочего, прочего, прочего А, значит, для того, чтобы не бояться Надо заручиться поддержкой американцев Для того, чтобы действовать более или менее свободно Надо заручиться поддержкой американских войск на своей территории Американскими ракетами и так далее Вот о чем идет речь Потому что всерьез говорить о том, что Россия хочет захватить Польшу Слушайте, но это геморрой, которого, ну вот, не знаю, никому не пожелаешь А вот вы говорите Балтийско-Черноморский союз, да? Союз Ну, это один из проектов, который поляками в разное время Польская элита разрабатывались разные проекты Цель которых, смысл которых один Поляки хотят управлять поясом восточноевропейских территорий От Балтийского до Черного моря То есть Польша, Белоруссия, Украина Прибалтика, Польша, Белоруссия, Украина Там Молдова, Румыния, может быть? Ну, Молдова, Румыния нет, потому что это уже другой исторический проект Ну вот, так сказать, вот, и вот этот пояс, он будет, ну тоже, он будет играть значительную роль в определении, как минимум, евразийской политики, да? Субконтинентальности Ну, это серьезная такая будет Да, нет, заявка, заявка это серьезная Поляки в разное время пытались ее отрабатывать в разные исторические периоды Вот, но ни разу им это не удалось А из-за чего? Из-за того, что существует вот такая вот нехорошая, проклятая Россия Вот, напомню, что во времена Смута в 1612 году полякам формально, ну не полякам самим, а Папе Римскому Формально удалось лишить русских и России государственности Потому что Семибоярщина, которая тогда была, ну такой вот местный олигархат, бизнесмены тех времен Они фактически подписали все бумаги уже, которые на польских штыках были принесены от имени Папы Римского И фактически отказались от государственности и признали польского короля своим правителем Это кто не знает, да? Вот, именно по этой причине правительство из Москвы тогда было фактически перенесено в Ярославль на какое-то время Потом там же, так сказать, да, формировалось, ну отчасти там же, отчасти в других местах Формировалось ополчение, которое, в общем, в конце концов поляков и изгнало Вот, а когда поляки все эти вещи начинали, имеется в виду вот поход на Польшу, на Россию и так далее И это подтверждается историческими документами, они совершенно не скрали своих целей Лишить эту территорию государственности навсегда Я имею в виду территорию нашего государства Лишить русских и Россию государственности навсегда И таким образом расширить свои владения Никогда они этого не скрывали В разное время они за это получали по мозгам от нас Не от кого-нибудь, а именно от нас И поэтому они понимают, что в принципе теоретически такая возможность получить по мозгам, она потенциально сохраняется И они, не расставаясь с этими планами, такими же примерно бредовыми, как были в 1612 году В 1612 году, они хотят иметь некую гарантию безопасности Вот для этого и нужны американские войска Для этого надо покупать, так сказать, у Америки ее жижный газ, 80 на 8% дороже Для этого надо подкладываться, так сказать, под дядю Трампа и подсгонять народ для его встречи Для этого нужно все остальное То есть здесь, конечно, присутствует некая такая маниакальная идея Я бы сказал, определенного рода помешательства Которое вот как вирус в польской политической элите все никак не затухает А вот вы отметили, что проклятая Россия, как говорят поляки Мешает им создать вот эту вот от моря до моря великую Польшу Но, например, американцам или европейцам она нужна, вот такая Польша? Нет, конечно, не нужна Конечно, не нужна И одной из проблем Польши всегда была не только проблема с Россией, да, не только Но и проблема с остальными европейскими соседями Например, конечно, совершенно не в восторге от таких планов Германия И никогда раньше она в восторге не была Поэтому Польша была расчленена Советским Союзом и Германией в какой-то момент Потому что вела себя так, что спровоцировала фактически это столкновение Между Германией и Советским Союзом И, по крайней мере, достаточно много связи с того, что некоторые польские политики тогда пребывали в иллюзии Что они вместе с Гитлером там войдут в Москву и будут управлять Россией Вот что, в общем, чему, так сказать, не суждено было случиться Вот, но и сейчас, я думаю, что Вот, может, в первом части я упоминал о том, какую игру ведет Трамп Как и предыдущий американский президент с Польшей Он пытается противопоставлять Польшу и Германию друг другу в Евросоюзе И на этом делает свою игру Слишком монолитный Евросоюз, слишком единый во мнении Станет слишком самостоятельным И для американцев это не будет очень выгодно А что можно сделать для того, чтобы этого не было А для этого надо иметь внутри Евросоюза засланных казачков Польша главный претендент на такую засленность Вот, она имеет определенный вес Она, ну, по крайней мере, в ряду европейских стран что-то значит Это все-таки вам не Литва, и не Эстония, и не Латвия Которых вообще, как бы, да Ну, собственно говоря, их как государств Ну, как весомых игроков не существует Они существуют, они существуют как информационный повод Но как весомых игроков их нет Польша есть Она в европейском, по крайней мере, масштабе Ее можно считать достаточно весомым игроком Поэтому американцы делают простую игру Просто представлять старую Европу новой В первую очередь в лице Польши Они понимают, какие амбиции есть у поляков Понимают, что на этом можно играть При этом они прекрасно знают, что на самом деле эти амбиции никогда не будут реализованы И в том числе сами американцы в нужный момент поставят им определенный предел Но играть на этом можно, и они будут это делать Вне всякого сомнения Это будет раздражать Германию Ну и хорошо, на этом американцы сделают, так сказать, свою собственную игру И так далее Вот я думаю, что примерно так вот они себе все эти вещи представляют Но вы представляете, насколько это невероятно А с одной стороны Германия Одна из богатейших и самых сильных стран мира А с другой стороны Польша Ну это невероятно Это понятно, что это невероятно понятно всем, кроме поляков Американцы видят, что, я еще раз говорю Что у поляков есть определенная такая маниакальная идея Вот она там реально носит характер маниакальный Вот стать великими Великими и все такое прочее Но они там и, может быть, даже доминировать в Европе, да Или, по крайней мере, доминировать в Восточной Европе А через это иметь влияние на все остальное Ну вот американцы, они, американцы, надо отдать им должное Вот в чем действительно важно Они очень тонкие психологи Они очень хорошо умеют играть на страстях Вот других людей, государств и прочее, прочее С нами такую шутку тоже они, так сказать, играли, как бы, да Неприятную И с поляками тоже, они видят Они понимают, что это невозможно Но видят, что поляки этого хотят А почему бы это не использовать Все Все очень просто То, что у поляков это не получится Но пока, по крайней мере, это очевидно Хотя, вы знаете, кто знает Может быть, дальнейшее разжижение европейских мозгов На фоне концентрации польских, да Как бы, когда-нибудь поменяет баланс Потому что Польша в прошлые времена, конечно, всегда сталкивалась с очень жесткими противниками Германия всегда была крайне жестким противником, да А теперь, теперь, благодаря вот этим европейским ценностям Разлагающим, да Теориям вечного и тотального комфорта Потери национальной идентичности Она делает Европу И старую Европу, в том числе, слабее А у поляков, если можете, так сказать, увидеть Как раз наоборот У них там в последние годы превалируют такие националистические тенденции Вот У власти стоят Такие достаточно радикально настроенные люди Которые вот считают, что вот Польша может и должна Вот, кто знает, может баланс когда-нибудь и изменится Но нам-то главное понимать, что Мы должны, значит, держать ухо востро И, что называется, порох сухим Поэтому, если когда-то, так сказать, кому-то из поляков опять что-то придет в голову Пока, конечно, об этом говорить абсолютно бессмысленно Они сами нас боятся Причем боятся сильно На самом деле серьезно Но для того, чтобы иметь свободу действий Хотят заручиться вот американской поддержкой И вообще, если говорить о единой Европе Хуже, чем нам делают поляки Во всех этих европейских структурах Не делает никто Но вот поляки и три прибалтийских государства Вот это вот четыре государства Которые в последние годы Практически определяют антироссийский вектор Всей европейской политики Благодаря тому, в том числе Что они имеют достаточно большое представительство В европейских структурах Благодаря квотам И абсолютную поддержку от американцев Которую сейчас вот подтвердил Трамп То есть даже, так сказать, со всякими чехами И венграми уже Отношения совсем другие Например, венгры, которые могли бы вообще Вект нас ненавидеть за подавление Венгерского восстания На самом деле Ведут, на мой взгляд, более разумную политику А у поляки, да, вот они пребывают В такой вот тотальной русофобии Вот до сих пор Но получается, что вот эти вот страны Вышеперечисленные Они просто торгуют антироссийской политикой То есть Или это во многом искренне По-разному По-разному С одной стороны Здесь есть Вот еще раз говорю Здесь есть такая вот Какая-то булькающая злоба Вот Она очень часто бывает иррациональной Поэтому То есть проглотизма тут нет? Можно и газ покупать Можно и газ покупать На 80% дорожную Ну смотрите, та же самая Украина Ведь фактически Они занимаются саморазрушением Ради чего? Ради вот этой кипящей злобы Вот эта злоба кипящая Требует Значит Какого-то удовлетворения А ради нее можно И самих себя разрушить То есть здесь есть и иррациональный момент То есть такой вот Немотивированный А есть, несомненно, определенный расчет Но расчет этот Из-за того, что он Руководится иррациональностью Да Он тоже неправильный Вот вы сами только что заметили Что глупо себе Ну как бы Очень было бы странно Серьезно утверждать Что Польша Когда-нибудь сможет Серьезно противостоять Германии Вот А им так не кажется Почему? Потому что Их так называемый прагматизм Он очень сильно приправлен Вот этой булькающей эмоцией Которая есть в головах У большого количества Так сказать Польских политиков Ну да Но Польша не сможет Сама противостоять Но если Польша Это всего лишь своего рода Аватар Американский Американский аватар Сейчас не понял На европейском книге То есть за Польшей стоит Америка И управляет ею То есть напрямую Она не может Не совсем так Не совсем так Но Америка Использует Польшу там Где ей это Интересно Актуально И как бы Ну злободневно Что называется Что равно актуально А тогда Не совсем понятно Польша угрожает Не пустить Украину В Евросоюз Из-за Бандеры Вот эта позиция Польши-Украина Как раз все понятно Она не выбивается Разве из общего Эктора Сергей как раз все понятно Польша Я же сказал Что Польша претендует На управление Этими территориями Но чтобы управлять Ими Надо лишить их Легитимности Какой-то Нелегитимности Надо лишить их Самостоятельности В принятии решений Да И сделать их Подконтрольными А вот Бандеровская Украина Действительно Полякам Как Грубо говоря Так сказать Объект для управления Не выгодна Она им не нужна Вот Но в принципе Они претендуют на Украину Потому что они сейчас Грубо говоря Показывают Украине Что у них есть рычаги влияния И поэтому Или Украина будет Выполнять условия Поляков И тогда через поляков Она сможет чего-то добиться В Европе Или она не сможет Ничего добиться Да Потому что Единственным порталом Как поляки хотят Так сказать Для этих сообщений Является Польша То есть это на самом деле Не более чем попытка Найти рычаги управления Мотивы Аргументы И так далее То есть где ты сопротивляешься Там ты можешь уже управлять Да Где затык создается Там они могут что-то Конечно Конечно И они им показывают Хотя здесь поляки Играют такую же роль Как американцы В отношении Польши Поляки понимают Что на самом деле Украину никто Никто в какую Европу Не возьмет Но они понимают Что раз этим можно играть сейчас То они будут в это играть Сейчас небольшая пауза На новости 5533100 5533100 8903 170 63 63 А вот Сергей Александрович Спрашивают люди А как тот факт Что Польша против Украины С Бандерой Поможет Польше Ну вот подняться На этом Ну то что вот они Против Бандеры Не пустят Как вот поможет Польше Стать больше Захватить вот эти территории Ну а захватывать их Значит в стилистике 19 века Не имеет смысла Но поставить под контроль Людей которые управляют Украиной Это конечно позволит Они им говорят простую вещь Ведь понимаете Что вот смотрите Сейчас вот три страны Подписавшие документы Об ассоциации с Евросоюзом Недавно По советски А именно Молдавия Украина и Грузия В преддверии Саммита Восточного партнерства Обратились к Европарламенту С коллективной просьбой Обозначить перспективы Вступления этих стран В Евросоюз И именно с этим Я между прочим И связываю Вот это интервью Министра иностранных дел Польши В котором он собственно говоря Вот про эту Бандеру Про эту как бы И значит Проговорила И поляки Непрозрачно намекают На самом деле По уставам Евросоюза Если даже одна страна Будет против вступления Там то или иное Государство третьего Никакого вступления не получится И Польша им совершенно четко говорит Вот от нас будет зависеть Ваша европерспектива От нас Если вы хотите Чтобы у вас были Хоть какие-то перспективы Вы должны делать то Что мы говорим В самых разных В самых разных областях В том числе И в области Внутренней политики И идеологии Конечно Бандеровская Украина Для поляков Она является хорошим инструментом Для нападок на Россию Но для управления Этой территорией Грубо говоря Для того чтобы Поставить ее под контроль Это фактор неудобный Потому что ненависть к полякам Исторически Да У бандеровцев Она была Пожалуй даже Так сказать Больше чем даже Ненависть к москалям Вот Ну как бы И даже И даже к России Потому что Вот например Когда Украина говорит Мы Возвращаемся в Европу Я бы так сказать Вспомнил А в каком качестве Украина Вернее так Часть украинских земель Когда-либо была в Европе Только в качестве Только в качестве Батраков На плантациях У австро-венгерских Этих самых Землевладельцев И польских помещиков Все И больше ни в каком Другом качестве Украина И украинцы Никогда раньше В Европе не были Часть земель Современной Украины В разное время Входила или в Польшу Там речь посполитую Или в австро-венгерскую империю В качестве кого Исключительно В качестве батраков Вот назовите мне В прошлом Они говорят Вот мы возвращаемся В наше европейское прошлое Назовите мне Украинцев Этнических Добившихся в составе Австро-венгрии Или Польши Каких-то Хотя бы Хотя более или менее Заметных успехов Может быть ученые Может быть политики Может быть военачальники Может быть крупные Хотя бы так сказать Предприниматели Назовите хотя бы Одну фамилию Украинцы там были В роли свинопасов И больше никем И сейчас они На самом деле Между прочим В эту же роль и возвращаются Великая сельскохозяйственная держава В основном В Польше В основном Украинские гастарбайтеры Занимаются на плантациях На полях Занимаются Яблоки На яблоке Сбор клубники Сейчас сезонные Занимаются Сельскохозяйственные В качестве Тех же самых батраков Так если на всякий случай Вот в этом качестве Украина Польше Интересна А в качестве Самостоятельной политической Единицы Снабженной Подобной Бандеровской Политической идеологией Полякам Украина не нужна Потому что Это будет скорее проблема Чем возможность Вот так вот Вот собственно говоря Так и идет борьба За повышение Управляемости Хотите в Европу Учтите Что одного нашего голоса Будет достаточно Чтобы все ваши перспективы Были бы Перечеркнуты А если хотите Будете слушать то Что мы говорим Все Очень простая логика И на самом деле Они на этом Несомненно Украину и ловят Потому что Те По 15 тысяч раз в день Говорят что Они идут по пути Евроинтеграция Вот и все Это евроинтеграция Украина Украины Уткнется Так сказать Носом Если она когда-нибудь Вообще до этого дойдет Хотя в чем я сильно сомневаюсь Потому что на мой взгляд Евросоюз И об этом в общем-то Европолитике Достаточно откровенно говорят Он не способен К расширению дальнейшему Это крайне сложно Но Если двигаться По этому пути То вся евроинтеграция Украины Уткнется в польские условия Хорошо И мы получается Должны ждать сейчас От Украины То что она сбавит Вот этот вот Накал Фашистский Украина будет пытаться Будет пытаться Перекрасить Внешний интерфейс Между прочим Она это и делает Вот сразу Практически За вот этими Интервью Польского министра Иностранных дел Последовали Заявления Служб безопасности Украины Рассекречивание Архивов по Шухевичу Где СБУ Пытается доказать Что Шухевич На самом деле К нацистам Не имел никакого отношения Хотя бы Я точно не помню Но по-моему Даже есть фотографии В этой В нацистской форме Вот может быть Это фотошоп Точно Это фотошоп тех лет Да Но фотомонтаж Раньше так говорили Вот Вот они так будут делать Они будут на внешнем интерфейсе Они все понимая Внутри И проводя внутри Украины Такую же Практически политику На внешнем интерфейсе Будут их отмазывать И делать из них Борцов за свободу И говорить Что на самом деле Они к Значит Никакого К нацистам Не имели никакого отношения Вот так примерно Делают и Прибалты Кстати интересно Здесь тоже Двуликость поляков Вот смотрите В отношении бандеровцев На Украине Их очень волнует Тот факт Что бандеровцы Сотрудничали с вермахтом СС Там гестапо И так далее А в отношении Польских В отношении литовских Например легионеров СС Или там эстонских Или латвийских Их это совершенно не волнует То есть их нацисты Они этого вообще Не замечают То есть грубо говоря Пособники нацистов В трех прибалтийских государствах Их вообще не интересует Ну что есть и есть Пусть все ходят маршами А вот на Украине Их очень сильно волнует Ну то есть их больше волнует Я так понимаю Личность бандеры А не нацист Их больше волнует То что украинский Национализм Неонацизм Носил яркую Антипольскую окраску Вот это единственное Что их волнует То есть на самом деле В принципе Им все равно Какими подонками Или не подонками Были те или иные Там персонажи В прошлом Их волнует только одно И влияет ли Имело ли это Антипольскую направленность И влияет ли это Сегодня На Возможность контроля То или иной территории Влияния на нее И так далее И так далее Вот собственно говоря И все А что касается Украины Между прочим Мы в предыдущем части Это говорили Про идеи Саморазрушения Ну смотрите На Украине Вы говорите Где здесь рационально И где нерационально Является ли Целеполагание Украинской политической элиты Нынешней Рациональным Но где-то является В том плане Что они себе Может быть Некоторые из них Набивают карманы Но в целом Если в долгосрочную Конечно не является Потому что во-первых А Это приводит к деградации Экономики Украины Во-вторых Б Лишает Украину Реальной самостоятельности И в-третьих В Серьезно разрушает Вообще Все достижения Которые были у Украины За предыдущие десятилетия То есть Это влияет На нападение Промышленного производства На деградацию инфраструктуры На все На все На все На все Рушатся заводы Фабрики Технологичные производства Сворачиваются Я думаю Что еще лет 5 И вы на Украине Не увидите ничего Кроме Кроме Производства полуфабрикатов И вторжение туда Трансноциональной корпорации Занимающейся сельским хозяйством Больше вообще Все остальное придет В серьезный упадок По крайней мере Все тенденции Об этом говорят Но волнует ли То есть Объективно Это противоречит Интересам Украины Объективно противоречит Но волнует ли это Нынешнюю политическую элиту Украины Нет не волнует И Это поддерживается Между прочим Вот той самой Рациональной злобы Которая сидит У идеологически Мотивированных Украинских политиков Им вообще Совершенно все равно Что надо разрушить И сколько украинцев Должно от этого пострадать Главное Удовлетворить Свои там Маниакальные идеи А одной частью Этих идей Между прочим Является тоже Антипольская направленность Еще до всех Этих вот Майданов И прочее Я вот никогда не верил В то что деньги Помогут контролировать Ситуацию на Украине Или еще где-то Это одна из иллюзий Которая Откровенно говоря У наших властей И раньше была И до сих пор Все еще присутствует Мы настолько Поверили В 90-е годы В то что якобы Экономика определяет все Экономика определяет многое Но далеко не все Так вот мы настолько В это поверили Что решили Что вот с помощью этих вещей Можно управлять Политическими процессами Пример Украины Совершенно четко показал Что деньги решают Ну мягко говоря Далеко не все Если немножко Из личного опыта Могу сказать Что бывая На Украине На разных там Всяких Конференциях Значит Возможных встречах С украинскими Политиками Экспертами И встречая там Западенцев Националистов Еще В десятых годах Задолго до всех Этих майданов Мне было совершенно ясно Что этим людям Абсолютно наплевать На то какой будет Экономика Украина Вот та злоба Та ненависть В отношении России Или в отношении Еще кого-то Она на самом деле Настолько сильна В них Что им нет Никакого дела До того Каким там будет Экономический потенциал Вот напрямую Когда они говорили Что на необходимости Разрыва связи с Россией Тогда еще У вас в таком случае Провалится целый сектор Экономики На что они совершенно Откровенно отвечали Нам наплевать на то Что они провалятся Наплевать Ну как же Огромное количество Людей лишатся работы Ну и пусть лишатся Ну и пусть То есть вот Грубо говоря Чтобы мою Долбо Такую Идею Привести В В жизнь Мне все равно Что надо будет сделать Пусть полстраны сгорит Лишь бы она Реализовалась То есть цель А продует средства Несомненно да И даже если эти средства Ночат совершенно Саморазрушительный характер А по этому поводу Можно врать сколько угодно Ломать сколько угодно Воровать сколько угодно Убивать сколько угодно Лишь бы вот эта цель Она оправилась Вообще это конечно Такая типичная черта Революционеров разных Потому что революционеры Они же разные тоже бывают Но это обычно Типичная черта революционеров И очень часто Она связана еще С комплексом личного Такого Самообожествления Что называется Вот для того Чтобы доказать Собственную правоту В какой-то момент Человек уже переходит Грани Он готов на все Пусть вообще Все вокруг горит Синим пламенем А я докажу Что я прав Или я добьюсь Того результата Который считаю правильным Пусть вот там Все вокруг Зальется реками крови Пусть все разрушится Пусть все сгорит Но я докажу вам Что я прав Это такое универсальное явление Во многих странах Присутствующее В том числе и в нашей Но крайне оно есть В среде вот этих Жестко там Неонацистские Или нацистически Ориентированных людей Вот пусть вообще Все сгорит Синим пламенем Лишь бы мы доказали Свою правоту В итоге они ее так и не докажут Но разрушений Будет довольно много Сейчас небольшая пауза Нужна на погоду Но вот Некоторые сообщения Из Гамбурга Массовые протесты Которые проходят В Гамбурге Задействовали Уже 12 тысяч человек Вы слышали И коктейли Молотова И 130 полицейских ранены Но вот Ангела Меркель Выразила благодарность Провоохранительным органам За охрану Саммита Большой двадцатки В Гамбурге Говорит Спасибо всем полицейским И силам правопорядка За то что Во время двадцатки Защищаете нашу свободу И безопасность Сергей Александрович Да вот кстати Тоже характерно Ангела Меркель Выразила благодарность Полицейским силам За то что Те так сказать Разбивают башки Этим антиглобалистам И так далее И так далее А вот например Когда на Украине Был Майдан Все европейские лидеры Включая Ангела Меркель Просто плачем плакали И ревом ревели И убеждали Януковича Что ни в коем случае Нельзя применять силу Против демонстрантов Вот интересно Почему же Здесь вот она выносит Благодарность В приказе что называется А там никак нельзя было Вот так они Что касается этих демонстрантов Действительно масштабы Просто невероятные 12 тысяч человек Приехало в город Вот кстати между прочим По поводу оперативной работы 12 тысяч человек Смогли заранее Заготовить огромное количество Бутылок с зажигательной смесью И никто про это ничего не знал А как интересно Они провезли Да Вот эту все жидкость Необходимую 12 тысяч человек В основном Насколько я понимаю Это люди которые приехали в Гамбург Они местные жители И у них И они уже так сказать Больше суток Мечут эти бутылки С зажигательной смесью И об этой подготовке Никто ничего не знал И никто ничего не делал Отель Мелани Трамп Взят в осаду И она даже не смогла Участвовать в фотографировании Ну это я даже не знаю Как она переживет это Она как бывшая модель Я думаю должна Остро переживать Остро переживать Но единственный Единственный выход Фотографировать себя На телефон И рассылать срочно Рассылать срочно Все эти дела По интернету Потому что Это то малое Что может спасти Госпожу Меланию Трамп От стресса Ну вы представляете То есть там вообще Конечно бардак страшный Да Я просто на что намекаю На то что Ну а как вот Как вот работают Вообще в таком случае Немецкие спецслужбы Которым Меркель Выносит благодарность Если они проморгали Подготовку такого события То есть вот Они мечут Сжигательные бутылки Сжигательной смесью Их где-то надо изготовить Их где-то надо хранить Их как-то надо подвести К месту события Вот это что То есть это все Как бы В обязанности служб Которые обеспечили Безопасность Саммита Оно не входит что ли Или как Как это вот Я что-то не очень понимаю Ну вообще да Довольно благостная Атмосфера в кулуарах Потому что вот я смотрю Ни одна бутылка Не долетела до кулуара Я хочу кстати сказать Тоже очень интересно Показывают комнату Где лидеры общаются Снято скрытой камерой Вы можете себе представить То есть кто-то смог Пронести скрытую камеру На Вместо где находится Ну вот Вся двадцатка Все То есть все 20 Лидеров сильнейших стран Вообще куда мы катимся Но это все те же люди Которые сливают информацию Из администрации Трампа Вот Если его сотрудники Его самого подставляют И его же Начальники Его же спецслужб Поставляют его самого Сливая информацию Ну что там говорить Про саммит G20 Кстати говоря Тут вот Было сообщение Которое прошло Как-то незамеченным Помните Когда вот этот Хакерский скандал Вот он был Антироссийский На пике раскрутки Но он сейчас Все еще раскручивается Многие говорили В том числе Здесь вот оппоненты На всяких разных ток-шоу И мне лично там Вот тыкали в лицо Что 16 американских Спецслужб Не могут ошибаться Якобы 16 американских Спецслужб Подтверждают Наличие российских Хакерских атак Выяснилось в итоге Что только 3 спецслужбы На это намекали При этом и они Никаких фактов На самом деле Не раскрывают Или вообще не имеют Ну то есть тоже Откровенный подлог Откровенное передергивание Ну ничего Главное так сказать Основная новость По всем каналам Пробежала Что 16 спецслужб Американских Не могут обманывать Нет не могут А оказалось что Речь не только о трех Из 16 И то эти три На самом деле Что-то такое Мычат Невразумительно То ли да То ли нет То ли есть Но они не скажут И все такое прочее 55338 9003 170 63 63 Ну вот До встречи Владимира Путина И Дональда Трампа Остается примерно час Ну по крайней мере Если она пройдет В запланированном порядке Ну они так дружелюбно Поздоровкались Что я думаю Что все-таки Она пройдет В запланированном порядке Ну вот я хотел сказать Вот эти в кулуарах Все обнимаются И прямо так рады Друг друга видеть В общем все там Ангела Меркель Как хозяйка Прямо ходят С Путином же не обнимается Ну не обнимается Но со всеми остальными Там все обнимаются Особенно активно Обнимается со всеми Эммануэль Макрон Президент Франции Он вообще подозрительный Он новенький Поэтому видимо Какой-то теплый Тепленький парень Да Но он подозрительный человек Но и как Ему сейчас это надо Ему сейчас это надо Для того чтобы Он чувствует Недостаток Политического веса Ему надо со всеми Пообниматься Поручкаться для того Чтобы вот набраться От них еще И всем показать Что он на равных И все такое Все такое прочее Так ну Давайте вернемся Сейчас на Украину Просто мы там говорили Про то что Украине В общем Постепенно На Украине происходит Деградация Да Промышленная И экономическая Знаете какая штука Происходит на Украине Вот военно-политический режим Укрепляется Экономика деградирует На этом фоне Происходит просто Изменение Что называется Рамки Интерфейса Государства Что называется Она действительно Пророщается В страну Которая как бы С экономикой Будет все плохо И кстати Вот эти олигархи Которым кажется Сейчас что они Кладут что-то Распихивают там По карманам Они тоже в итоге Проиграют Потому что Будучи менее самостоятельными В менее самостоятельной Стране Потеряв Значительную часть Экономики Они тоже рано или поздно Обеднеют И потеряют То То все власти Которая есть у них Низкоразвитые государства Вытесняющие Своих жителей На заработки Значит куда угодно Только за пределы Украины Которая будет жить Продажей своей Геополитической роли Эта геополитическая роль Будет сводиться К давлению На Россию И для этого Будет укрепляться Военно-полицейский аппарат Для этого Будет укрепляться Политическая составляющая И в общем Им это Надо сказать Удается Вот За последнее время Вот Но для страны Все это будет Будет только хуже Хуже и хуже Если говорить О перспективах Украины Как ну Скажем действительно Развитого государства И так далее То есть развитым государством Она перестанет быть Но может стать Эффективным инструментом Для вот там Давления на Россию Мне кажется что именно в этом Собственно политическая модель Украинской элиты Она и состоит Разговоры об этом У нас были и полгода назад И год назад И два года назад Но просто Если например скажем В 14 или 15 Мы это высказывали В качестве предположения То теперь вот Тенденции которые За эти три года укрепились Они позволяют нам Говорить об этом С достаточно высокой степенью Уверенности Что на самом деле Экономика будет Перестраиваться И сокращаться От более высокотехнологичной К менее высокотехнологичной Самостоятельности Страны будет Падать А главным товаром Станет Главным товаром Станет Собственно говоря Вот продажа Геополитической роли Да вот показывают По всем каналам Как полицейские Бьют лица протестующим А протестующие Бьют их Бутылками С сжигательной смесью Практически В общем Жуткий бардак Я не знаю Если бы что-то подобное Случилось в Москве Я думаю Что весь западный мир Осудил Резко осудил Не просто осудил Они бы там Такой вой бы подняли Дичайший Абсолютно Здесь у нас Кого-то там За ноги За руки Потому что он Не хочет Взяли и понесли Отнесли в этот В ОМОНовский автобус И уже столько воплей Как будто вот Его расстреляли Как бы на глазах у всех Да Ну вот Сергей Александрович По поводу Украины Вы отметили Что Украина По польскому сценарию Хотелось бы Польше Чтобы она попала В зону их влияния Но А зачем Польша Слабая Украина С подорванной экономикой Зачем влиять на слабую страну С подорванной экономикой Кому она нужна Или это как территория Просто географически Потому что там есть Черная моря Во-первых это геополитическое влияние И возможность например Скажем военно-политического присутствия Это раз А во-вторых Собственно говоря На Украине им нужно то что нужно Им там не нужны промышленные предприятия Да Но им нужна земля Вот Им нужно сельскохозяйственное производство Им нужны ресурсы Природные То есть какой-то любовью к Украине Они совершенно не пылают Вот Но они хотели бы ее использовать А для использования Она сгодится и в таком сыром виде А потом же знаете Это же будет между прочим Снижение экономических возможностей Будет снижаться неизбежно И уровень Будет сопровождаться Снижением уровня политических амбиций элиты И уровнем самосознания населения Вот когда на Украине пытаются Во что бы то ни стало Избавиться от проклятого советского Или российского имперского прошлого Они не понимают простую вещь Что это приведет Помимо деградации экономики Это приведет и к деградации населения Население станет менее образованным Менее способным К какому-то вот Как сейчас модно говорить К креативному действию И на самом деле в итоге И менее способному К самосознанию и самоидентификации себя Как таковых Да, можно быть очень агрессивными Да, можно быть очень злыми Да, можно иметь достаточно мощный Полицейский аппарат подавления Ну а в целом В целом как бы нация будет потихоньку Скатываться к такому Знаете, так сказать К тому, что она будет загнана Ну в такой тупик, что называется Сергей Александрович Ну что, сейчас небольшую паузу На новости сделаем Следим за тем, что происходит в Гамбурге Ждем встречи Владимира Путина И Дональда Трампа Ну и другие некоторые события Обсудим сразу после выпуска новостей Железная логика